У нас гости. Да не могу, пошел. Так, а я сейчас только учебник включу. Из России, скажем так. Галина Джаткина и Андрей Широглазов. Этот творческий союз возник очень сравнительно недавно на почве любви к поэзии. Любви? Нет. Поэзия как работа, наверное, как профессия. И Галина, и Андрей, они оба участники союза писателей России. Сейчас это, наверное, не так сложно, как в советское время вступить. Но, тем не менее, все равно нужно что-то делать, чтобы быть участником этого союза. Галина, она москвичка, калиная. И по отчеству она Гедриховна. Я говорю, ты немка. Я же мама Эльза. Баба Эльза. Я говорю, нет, я русская. А мама говорит, у меня Эльза зовут. Я говорю, ну-то, конечно, русская. Отец Галины Гедрихов, он, оказывается, был очень известным путешественником, туристом, возглавлял там всесоюзное общество, прокладывал новые маршруты у нас на Приполярном и Полярном Урале. То есть мы с ним, с Гедрихом почти что родственники. А мы там жили как раз. Вот. В то время. Значит, Андрей, он из Ангарска. Это небольшой такой, очень вонючий город в Иркутской области. Средняя промышленность. Ну, кто знает, это военный город. То есть там химкабинаты, там военное производство и так далее. Вот, а вокруг замечательная Байкальская тайга, озеро Байкал тогда учился. Он в Иркутске, то есть он филолог. Вот. Сейчас я уже говорил про это, что сейчас в авторской песне, вот, если брать вот такие звездочки, лидеров, то это очень профессиональные люди. Вероника Долина, филолог. Миша Щербаков, филолог. Андрей Шероглазов, филолог. Гриша Донской, новая такая, звездочки из первой, филолог. Вот. А уже музыка идет от души, так сказать, да? А, Оля Чикина, преподаватель русского языка и литературы. Вот. Значит, Андрей закончил свой филфак и уехал в Череповец. И там мы с ним встретились, в этом замечательном городе. Череповец, это просто запредельно морючий город. Там металлургический комбинат, два химзавода и еще стелепрокатный завод. И по мелочи там, много чего. Вот. Но сейчас там чисто, борется за экологию. Вот. Но главное, что работа есть. И можно в свободное время петь песни. Вот Череповцы, мы с ним познакомились. Я прожил в Череповце шесть лет. Андрей гораздо больше. И Череповец его, конечно, сильно контузил. То есть, провинция, она дали. Вот, наверное, вы услышите вот эту вот ненависть к русской провинции в его песнях. И любовь одновременно. Такой коктейль. Вот. И там вот мы совместно выступали. Потом я уехал в Германию. Вот. Года три Андрея со мной вообще не разговаривал. Только письма писал. Вот. Но вот сейчас вот произошло примирение. Они решили приехать к нам в гости, попеть. Вот. Они много сейчас выступают, поют. Занимаются только песней, стихами. Вот. Но вот такая поездка у нас будет по Германии. Потом они делают в родной Сыктывкар, в родной Котлас, в родную Воркуту с концертами имели. То есть, насыщенная такая жизнь. Вот я вам спою сейчас свою песню для затравки. Ее написал Андрей Широглазов. И подарил ее мне. Поэтому я считаю, что моя песня. Написал у нее так. Я приехал в гости, в Череповец, в отпуск. Зашел к Андрею. В редакцию мы выпили по чашечной кофе. Такого редакционного. Это было что? Это было вот это? Нет? Вот это. Вот. И на следующий день, после нашей встречи, он мне произвел историю. Говорит, вот тебе песня. Пой. Я читаю про Штутгарт песню. Я говорю, как ты вообще пишешь такие песни-то? Какие-то детали там подробственные. По интернету, видите. Почитал про ваш Штутгарт. Вот. И написал. Сейчас. Бетут. Я говорю, не надо. Ну, пусть будет. Песня называется Штутгарт. Это моя песня. Значит, у меня голоса нету. Вы видите, я болен. Тяжело, неизлечимо. Поэтому я петь практически сегодня не буду. Пусть они поют. Они тоже больны, в общем-то. Ну, не сильно. Распыли в праве. Если в жизни будет туго, Если свет души померк, Приезжайте в город Штутгарт. Приезжайте в Вюртемберг. Здесь царит столичный хаос. Всюду швабские слова. Здесь отличный есть Вайнхаус. Розенштрасса 32. Как у раннего Пикассо, рядом вечность и прогресс. Фридрих Шиллер, Кёнигштрасса, Бош, Парше и Мерседес. Здесь не времени и наций. Иванов, Алиев, Тац. Здесь плывет среди агации. Старый замок наш Росплац. Здесь футбол над миром реет Игровым календарем. Здесь Штутгарт и галерея С Геленбергским алтарем. Здесь проходим грудь с кручина, Отхождение в оба. Здесь в проулке Августина Дискотека в стиле фар. В общем, если будет туго, Если снег души помех, Приезжайте, братцы, в Штутгарт, Приезжайте, Вюртенберг. Здесь родился жук Вольксваген, Нынче ж эти берега Обживает Витька Ганин, Наш покорнейший слуга. Андрей Шеванеров. Человек без прописки, проживающий в городе Москве. Нет, в Москве без прописки проживать нельзя. Регистрация. Три года без регистрации называется. Добрый вечер, дорогие друзья. Да, мы немножко приболели, Потому что как-то совершенно не ожидали. Ну, в принципе, из Москвы уезжали, Там было минус 25. Ну, уж думали, в Европу-то приедем, Будет тепло. Приехали в Прагу, Там тоже минус 7, Наверное, минус 10, холодина. Потом думаю, Может, в Дрездене будет тепло. Там снегу по коленам, Ветер. Так что, в принципе, Сейчас мы отогреваемся потихонечку здесь. Здесь тепло после Дрезденой Праги. Я с таким интересом слушал песню, Я вообще забыл, как я ее написал. И как я все это откопал, И где я все это откопал. Ну, насколько я понимаю, Мы все это не увидим, да? То есть, Потому что, Я уже в Дрездене понял, Что у нас такая будет поездка утраченных иллюзий. Я всю жизнь мечтал попасть в Дрезденскую галерею, Потому что, когда мне было 6 лет, Нам кто-то подарил альбом Репродукции Дрезденской галереи. И у меня вот с детства такая любимая была книжка, Потому что единственный альбом был. И я все время эти картинки рассматривал, Сикстинскую Мадонну, все. А тут Дрезден, Галерея, С детства, 40 лет назад еще смотрел все это, да, без продукции. Ну, естественно, меня Мадрезден проехали, Никакой галереи. Также в Праге хотел, там, с Кавкой у меня много связано. Думал, вот музей Кавки, не видел. Зато попил. Да, алхимией интересовался. Думал, ну, это же горе, это же, там, Репи Лев, там, и сходить на могилу. И нам показали, что могила вот там, вот, вот стена, да, вот за стеной там могила, и все. И так, прошли вдоль стены. Ну, в Праге хоть немножко посмотрели, там, в Дрездене практически вообще ничего. Ну, ладно, в Штонгарте у нас будет время, в общем-то. Я начну с такого небольшого цикла. Я его так долго собираю, и все время хочу сделать большой концерт под названием «Ассоциации». Я вообще очень люблю вплетать в свои песни и в стихи, в принципе, вот какие-то уже строчки, так вот, чтобы это интересно зазвучало. А «Ассоциации» — это в основном по известным песням. Их много песен уже так подобралось. Ну, вот, я так попытаюсь немножко представиться, потому что, конечно, меня далеко не все знают, хотя знакомые есть в зале. Ну, вот, такая жизнь, бардовская жизнь. Начну. Первая ассоциация. Мое такое понимание романса «Утро туманное» — песни о детстве. Все мы, в общем-то, родом из детства. И все, что с нами происходит потом, это так или иначе связано с тем, что у нас было до этого. «Утро туманное». Утро туманное А папа в отсыпочке после ночной. Все мы ходим на цыпочках, А за окошком, бульдозером срытые, Нивы печальные, снегом укрытые. Нивы печальные, думы осенние, Танцы в ДК и кино в воскресенье. В макулатуре журналы с картинками, А после школы конверты с пластинками. А после школы уроки и опыты, В час на петлов и пацанские хлопоты, В стенка на стенку, В раулах на улицу, Тот не мужик, кто засал и тушуется. Тот не мужик, кто читает Некрасова, В час, когда двор в настроении от Асова, В час, когда выбрались лыжники сытые, В нивы печальные, снегом укрытые. А после драки награда за мужество, В пиво глоток и пычок от содружества. Не хотя вспомнишь, что мама волнуется, Бросишь пока и в развалку по улице. Кинешь пычок за углом возле булочной, Снегом забулькаешь запах окурочный, Юркнешь за дверь в аккуратно поверочку, Папа попросит дневник на проверочку. Сыпет ремня, даст советы, Турацкие, а под столешницей Лен и Стругацкие, а под подушкой Побина с подлодкою И фотография с голой молоткою. А за окошком, пультузером, Срытые нивы печальные, Снегом укрытые. Все это было в моем поколении, В веке другом и в другом измерении. Ночью закрою глаза предо мною, Утро туманное, утро седое, Книжек страниц, пластинки побитые, Танцы и лица давно позабытые. Ох, эти лица давно позабытые, Светлые души, двери открытые, Лампочки, тапочки, девочки, лапочки, Мама на лыжах, сиреневой шапочки. Ассоциация вторая. Из меня хотели сделать бабку, Чтобы шел по жизни зло и прямо, А я хотел с подругой матравку, Потому что уважал Хаяма. В школу посылали как наявку, Чтоб не провалился на зачете, А я мечтал поймать в тумане мавку, Хоть себе и умал, и в почете. В кабинет директора как вставку Приводили и рукали матом, Ибо я таскал в портфеле кавку Между дневником и рефератом, Втиснутую в автобусную давку. Я сбегал с урока физкультуры, То в гипернистическую лавку, То в демократичный дом культуры. Там, присев на вычурную лавку, Я смотрел, как местные актеры, Съев в буфете скудную добавку, Слушали стенания режиссера. Я мечтал о славе шмакодявка, Тихо придурившись в уголочке, Искурил от зависти, как шапка, На своей корчагинской цепочке. Из меня хотели сделать бабку, Метод внушения и борки. В стуле я засовывал булавку, Не найдя классической махорки. Вот и получил от школы справку, Что мои способности убоги. Но зато не буду на халявку Строить вам железные дороги. И скакать по полюстам агавкам, От военных запахов балдея, И совать башку свою в удавку. Но в исторической идее, Я ношу отличную канавку, Где пошел со школы на поправку. Из меня хотели сделать бабку. Из меня хотели сделать бабку. Ассоциация третья, 30 лет. Мне бы вряд ли достался счастливый билет, Если б я предпочел в этой жизни балет. Ну попрыгал бы я до 16 лет, И шофером на автобазу. Но я сделал единственный, Правильный шаг, И гитару схватил, Как Андреевский флаг. И когда я на сцене, То каждый чудак Понимает, поет шароглазов. В тридцатье добился всего, Что хотел, Но чуть-чуть попахал, Но чуть-чуть попотел, Почирикал в гнезде, Но зато полетел, А другие всю жизнь на насестье. Полетал над землей, Поглядел с высоты, Как разводят мосты И марают листы. Да не вовремя вспомнил Родные кресты, И решил окопаться на месте. Приземлился, встряхнулся, Расправил крыла, Буду жить на равнине, Была, не была. Есть такая-то прелесть В квадрате стола, И в уютном педне, Амажура. Но пока я летал И дарил наугад Книга Чен Санет, Обожателям взгляд, Я забыл, что такое Обыденный ад И советская литература, А равнинная жизнь, Что не день суета, Чуть протянешь ладони, Кидают с хвоста Встретишь женщину, И понимаешь, не да, Все банально, Как в экспортной книге, А друзья мне кричат, Будем так и жалом, Предлагают мне выпить И спить за столом, Но как только облом, Говорят поделом, И плетут за спиной у интриги, А равнинная жизнь, Где так грязный кабак, Где нелепно смешного Андреевский флаг, Где на выцветших стенах Написано факт, А внизу отрисая на сценке, И кидая в толпу свой В божественный дар, Ты гадаешь, Насколько велик конорар, А на полках искусства Лежит твой товар, Ожидая подкор на уценке, Так нафига ж не достался Счастливый билет, Лучше б я предпочел В этой жизни балет, Ну попрыгал бы я До шестнадцати лет И шофером на автобазу, Но я сделал дурацкий, Неправильный шаг, И гитару схватил, Как андриевский флаг, И стою, как дурак, И пою, как дурак, И живу, как дурак, Широглазов. Ассоциация третья После Гренады А потом я уехал в Фигерес На разбитом зеленом Рено, Потому что уехать в Фигерес Я задумал давным-давно Ибо все мои глупые шашли С разбитной половинкой земли Только путь в голодей В башне сумасшедшего дома дали Слишком долго водил меня Эрос По кривым барселонским путям А потом я уехал в Фигерес Поклониться кистям и костям Там квартира сдается, как милость С незадилевым видом водор Там республика кровью умылась Там скончался старик Сальвадор Мне, наверное, не стать фигеристом Ну какой из меня фигерист Третий месяц считает туристом Меня каждый испанский таксист Не поймет добродушная серость Что я русский в чужой стороне Я затем и приехал в Фигерес Чтобы пасть на испанской войне Я ведь с детства припадочный малый И Гренаду твердил наизусть Намекала мне мама устала Что достала испанская грусть Что геройство полезно, но в меру Что в Испании мирно сейчас А потом я уехал в Фигерес От навязчивых маминых фраз Был маршрут мой извилистодолок Каменист и борделиста хмур Но волок я себя через волок Городов, языков и культур И вела меня глупая вера Что на выпуклом шаре земли Все дороги приводят в Фигерес К сумасшедшему дому дали Кухня-комната, ванна-веранда Вот и кончен мой длинный маршрут И до замка святого Фернандо По прямой восемнадцать минут Я пришел, мне нисколько не страшно Умереть за чужую страну Но молчат бастионы и пашни Позабыли давно про войну Лишь дарит скалодей Сиротливо и пашни Сиротливо глядит на луну Ну и ассоциация последняя Осень, усталость, свинцое ввысь Долгая старость, короткая жизнь Речи при встрече мимуют уста Все части речи сменили места Родственник смерти, дворник с метлой Крутится-вертится на мостовой Ветер целуется с тоненьким льдом Вот это улица, вот это дом Мелкое счастье в тепле батарей Осень ненастья у наших дверей Все отсырело, поплекло вокруг Старость, нерадость мой народ Осень, неспешность дождей и минут Глупая внешность, привычный маршрут Лавочка в скамине ларек за углом Встречные звери виляют хвостом Мелкое детство бесится в сласть Крутится-вертится, хочет упасть Мама волнуется, виск и садом Вот это улица, вот это дом Сплетница, сова, железный гараж Словно колгофа, четвертый этаж Колики в сердце, дрожание рук Старость, нерадость мой друг Осень унылась продрогших аллей Голая остылость больших тополей Зунтик под мышкой, металл по стеклу Умные книжки пылятся в углу Время мухлюет и ходит не в масть Кавалер барышню хочет украсть Карты тусуются вприку баблом Вот это улица, вот это дом Прошлое живо, но прошлое дым Кавалер барышня ходит с другим Крутится-вертится шар голубой Долго ли счет под тобой Есть у меня диск под названием Категория быта Я вообще очень люблю всякие маленькие такие вещички Я вообще очень люблю быт И наблюдать жизнь сквозь призму каких-то маленьких вещей Вот, например, в Дрезды не были вчера Так сразу просто на это Навернулось, подходим Там шикарное здание Явно немецкое Такой старинной постройки А там находится русский клуб Я, значит, подхожу к зданию и говорю Ой, сразу видно, что русский клуб Все так раз на меня А почему видно? Я говорю, ну как почему? Потому что прямо у входа такая большая надпись Что курить нельзя Я сразу под ней урна с огурками И все Как же на русских клубах? Какой еще может быть? Песенка про категорию быта Нечего мудрить и весь ввести И советных слов, и сочетаний Лучше в коридоре подвести И поесть варенника в сметане Ну, чего я право суючусь И найти пытаюсь смысл скрытый Лучше вот возьму и научусь Мыслить категория не быта Выкрашу карниз в привычный цвет Починю утюг и телевизор Руки не нашли за десять лет Ни до утюга, ни до карниза Все чего-то мучился и ждал То хвалебных слов, то вдохновенья Я от батареи подустал Требует душа вдохновенья Выйду на балкон, взгляну во двор Вон скамейка молит о ремонте Заведу с соседкой разговор Разгляжу туман на горизонте И скажу под соков языком Дескать, это к заморозкам вроде Покорю с соседом стариком Он у нас эксперт по непогоде А потом уйду в глубокий транс По причине денежной нехватки Выкричу три сотни под аванс Вот оно и знакомой лаборантки У нее на кухне шведский газ У нее на полочках варенье Ну а у меня стихотворение И оно написано как раз Я очень люблю Ну, наверное, как любой восточный человек Я все-таки родился и вырос в Сибири У меня вся родова, как у нас говорят Сибирская И, конечно, к нам Китай и Япония Гораздо ближе, чем Германия и Чехия Например Поэтому мы там все очень любим Восточную поэзию Ну да, очень любим Я вот очень долгое время Ну так вот Для собственного удовольствия Безо всяких заказов Я, например, в свободное время Перевожу китайцев Делаю свои переводы Либо, Туфу Моих любимых поэтов И у меня появилось Такое желание То есть, используя Какой-то китайский опыт Восточный опыт Написать песню на русском языке Но вот с каким-то таким Восточным колоритом Вот она так и называется Восточная песня Светочки одна с тобой Скрылись на луне Я хочу со сной родиться На твоей горе Лунный свет плывет На запад в гулкой тишине На восток стремятся Тени лилий во дворе Звон колыет пес На гости персики в цвету Старый лис крадется Тихо к зайчьей норе Этой ночью я старинный свиток Не прочту Я хочу со сной родиться На твоей горе Скоро этот лес разбудят птичьи голоса Как весеннее прекрасно море на заре А пока луна играет маковками гор И мешает спать под утро местной детворе Птицы нынче не закрыли двери на забор Я хочу со сной родиться На твоей горе Тихо дает надо мною Млечная река Я хочу со сной родиться На твоей горе Как похоже на дракона Эти облака Он как будто испугался В лунном серебре Лунный свет плывет На запад и четвертый час На сток стремятся Тени лилий во дворе Я прождал тебя напрасно И на этот раз Я хочу со сной родиться На твоей горе У меня очень много в мире авторской песни Учителей Вот таких чисто бардовских учителей Конечно была так у Джава В первую очередь Наверное Ну про Руссоцкого я не говорю То есть мы на этом просто выросли В то время когда я рос Но потом вот сложился Какой-то круг таких людей В котором я собственно Себя как автор И отношу вот к тому направлению В авторской песне Ну здесь наверное В первую очередь Юрий Висбор Владимир Ландсберг Это вот как бы два таких кита Ну вот для меня Во всяком случае Два кита Из которых я вырос По большому счету Да Из тех кто сегодня Ну там Есть Симаков Есть Жуков Из тех кто вот жив Здоров сегодня Это наверное вот Исакевич Женя Исакевич Сережа Алексеев Ну их не так много На самом деле То есть это такая Смысловая авторская песня Вот к сожалению Современная авторская песня Она немножко пошла По другому пути По музыкальному направлению То есть текст Все уходит 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 А музыка все прибывает 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 И в результате Слушаешь концерт Выходишь после концерта Не можешь вспомнить ничего Помнишь что было хорошо И красиво Но не можешь вспомнить Там ни образа Ни слова Ни темы На которые люди пели Вот это кстати очень жаль Вот И у меня какой-то вот Сложился такой Своеобразный цикл песен Я вот одну Просто хотел спеть Из этого цикла Он так называется Из неизвестного То есть я пытаюсь Написать песню Например вот В стиле Ахуджавы Или в стиле Висбора Вот такая песня Люди из дома напротив Я попытаюсь ее сейчас спеть Эта песня Она и посвящается Кулату Ахуджавы И вот С моей точки зрения Это вот попытка Осмыслить Ахуджаву На сегодняшний день Мы славно живем Мы забыли Обитой посуде И в комнате нашей Отныне покой И уют А в доме напротив Живут очень странные люди Они нас не любят Они нас не любят И в гости К себе не зовут Они на работу Смеша Никогда не смеются И прячут И прячут Озявшие руки В карманах Пальто И в сторону смотрят Чтоб с нашим окном Развинулся Они нас не любят Насыпаем Насыпаем по разной Точке костра Мы любим весь двор Да и двор Нас по-своему любит Юнцы не грубят И кивают В ответ старики Но в доме напротив Живут очень странные люди Они нас не любят Всего вопреки И долгой зимой И коротким засушливым летом Нам грустно Что все не кончается Наша вражда Но люди из дома Напротив Не знают об этом И нас не полюбят Наверное уже никогда Они наблюдают за нами С позиции судей И думают глядя Как мы создаем Свой уют Что в доме напротив Живут очень странные люди Они нас не любят И в гости Северний завод Так, песню, которую мне в приказном порядке Сказать обязательно еще не спеть У меня она называется Перечитывая Толстого Я не знаю, как у Виктора называется Когда на душе Хреново И в баре кончается кир Я открываю Толстого И читаю войну и мир И в платье покроя Простого Как правило Из-за портьера Входит Наташа В Ростов В скромненький мой интерьер Входит Наташа В Ростов В скромненький мой интерьер Ах, неужели Наташа Боже, какой пассаж Как там матушка ваша Как там батюшка ваша В Болгонске Все так же не сносит Что Пьер перебрался в Москву А у нас, вы знаете, осень И дворники жгут листову А у нас, вы знаете, осень И дворники жгут листову Что слышно об Анапарте На Англию тучицу А у нас, вы знаете, в парке Срубили столетний дуб И стала держава наша Ровно на дуб педней О чем это вы, Наташа? Да, кажется, о войне О, Боже, какие сферы Хотите, открою секрет Вы выйдете замуж за Пьера Через несколько лет За Пьера, как странный и страшный А что же с Болгонским раздором? Не будем об этом, Наташа? Это другой разговор Слетает уже полшестого Трамвай громохнул под окном И я закрываю толстого И ставлю на полку тон И снова на сердце хреново И вдруг глыхает портьер И входит Наташа Ростова В скромненький мой интерьер И входит Наташа Ростова В скромненький мой интерьер Аплодисменты Я... Не, Натали я тогда во второй Вот я Витю просил спеть Северянина Он ее не спел А вообще, на самом деле, у нас с Галиной Большой цикл Есть целый вечер такой Посвященный Серебряному веку Там про Гумилева есть песни Про Цветаева, про Ахматова Про Пастернака, про Мандештама Вот совместная с Виктором Песня, посвященная Северянину Ну, я думаю, он ее споет Хорошо А я тогда закончу свое выступление В первом отделении Так, чтобы плавно перейти к Галине Песней, посвящение Аня Андреевне Ахматовой Она называется Осень Ахматовой Она, Андреевна, входит в свою осень А дня, Андреевне, снится всю ночь осень Хилые плечики с горбинкой, нос, уши Я после смерти стихи написал Слушай Анна Андреевна тянет к нему руки Да уголовники бьют по рукам суки Анна Андреевна, хочет спросить Где ты? Да, в общине бог наложил вето Анна Андреевна курит табак флотский В коне Андреева не ходит один флотский Хилые плечики, прыгает, как мячик Анна Андреевна щурит глаза, пальчик Анна Андреевна что-то грызет, может Боже, вот еще один сел ни за что Боже, впрочем об этом не стоит грустить Анна, он еще будет бургинская пить В конах Анна Андреевна входит в свою осень Анне Андреевне снится опять осень Анна Андреевна тянет к нему руки Да за стеною соседи шумят А теперь я с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену у замечательного поэта, автора, бары, композитора и просто красивой женщины Галилы Шапкину. Здравствуйте еще раз. Вот когда-то Виктор Гагин внедрил вот эти вот пепитры среди городов. И теперь мы все с ними мучаемся. Ну вот уж раз Андрей начал, спел одну из писем нашего цикла поэта «Серебряного века», я продолжу. И песню, которую я первую вам спою, это будет песня в памяти Марии Цветаевой. Вообще она очень тяжело писалась. Она с такой историей. Очень тяжело, очень долго. То есть изначально у Андрея было стихотворение, которое называлось «Елаба до 31 августа». Потом стихотворение стало песней. Причем, насколько я знаю, есть даже не один вариант, да, это песня быть. То есть у Виктора есть свой вариант. Потом, когда, значит, я услышала эту песню, я услышала другую музыку. Я говорю, дай мне возможность спеть свой вариант. Стала в этом варианте петься. Пелась, пелась, пелась. И вот мы оба поняли, что что-то не хватает. Не хватает. В «Елабуке». И тогда была написана первая часть. Она называется «Прага». То есть теперь это диптих. Состоит из двух частей. Первая – «Прага». И вторая – «Елабуга» 31 августа. Спит «Прага», дремлет вулталом, И бумага так шершава, Что сломался ветхий карандаш. Светает картина, И цвета его Марина Завершает свой ночной воеж. Горбатит спину Карлов мост, Над головой остатки звезд, И каждый дворик, Как погост, Душа бротяжьей. Европа катится к войне, И в предрассветной тишине Старинный флюгер Вышенье скрипит протяжно. Стол, скатерть, две иконы, А в квадрате приаконном Различает зрение словы. Как в дынке беспробудной Спят ордынка и трехпрудный В ласковых объятиях Москвы. И в стороне от пражских врат Петляет вымерший арбат, И москвичи спокойно спят В домах знакомых. Им невдомек, что есть страна, Где расплескав остатки сна, Марина курит у окна чужого дома. Марина идет по дороге, От жизни грешной отрешась, Уныло летит ей под ноги Чужая татарская грязь, Чужая скрипит голомады И мата из чужого двора. Марина не видит, не слышит, Не веет, не любит, не ждет. В дыхании жизни все тише, И смерть у соседних ворот Все вытерпит только бумага, Пока не дойдет до костра. Елабуга – это неправа, Елабуга – это дыра. Не то, что по жизни ебруха, А просто усталость и страх От мужа ни слуха, ни духа, И дочь у чертей на рогах, И день непогоды распорог, И ночью ни света, ни звезд. Елабуга – это не город, Елабуга – это погост. Елабуги нету, простите, Но кто ж у поэта в долгу? Простите, 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 Я больше уже не могу. Не сдержанный быть небеспечный, Не верящий в силу добра. Елабуга – это не вечно, Елабуга – лишь до утра. А утром другая Россия, С которой мой сын не знаком. Там солнце и Рейнер Мария В обнимку с седым ямщиком, Там сушки румяные ломки, Там песни и блеск хрусталя, Елабуга – август, потенки, Марина – бумага, петля. Прошу прощения, я всегда, когда его пою, У меня всегда будет хорошо. А три дня назад я стояла на каждом мосту и плакала. Ну вот, такая песня. Так она у нас через нас прошла. Вот, следующая, следующая песня. Называется она «Когда меня не будет». Это песня памяти всех ушедших баров. «Когда меня не будет». А когда меня не будет, Что с моей гитарой будет? Вдруг ее чужие люди Запихнут на антрессу И завалят, чем придется. Благо хлам всегда найдется, И струна на ней порвется. И моя утихнет боль. А когда меня не будет, Что с моей песней будет? Вдруг ее чужие люди Перехватят, как порой. И исполнят, как придется, Но мелодия прервется. И уйдет, и не вернется. И моя утихнет боль. А когда меня не будет, Что с твоей душой будет? Вдруг ее чужие люди Изведут под самой ноль. Не размахивай руками, Подойди к оконной раме, Я коснусь тебя крыльями. И твоя утихнет боль. И твоя утихнет боль. А когда меня не будет, Что с твоей душой будет? А когда меня не будет, Что с моей песней будет? А когда меня не будет, Что с моей гитарой будет? А когда меня не будет... А когда меня не будет, В интернете на сайтах, На сайтах, где опубликуют поэты, Свои поэты, начинающие поэты, Свои стихи, Появилась некая поэтесса, Завода Ирина Донская. Так назвали. В течение двух лет, Это вообще безбаловочная женщина, Держала в напряжении Весь вот этот стихотворный рунет. Она писала потрясающие стихи женские. К ней знакомятся лезли, Еще что-то. Но ее никто не видел. Даже с Ватойцем. Даже с Ватойцем. Да, не такой был. Вот. У нее выходили книжки. У нее было интервью в газете. Андрей Геннадьевич Барал. Однажды она выиграла Реальный конкурс И была приглашена на награждение В Москву, в ЦДР. Вот. И на приглашение администрации Она как бы ответила согласием, Что она приедет. Ну, значит, все замерли. Народ собралось много. Все очень хотели идти Ирину. Когда объявили Ирину Донская, Тишина в зале. Встает Андрей Широглазкий. Андрей, объясни, пожалуйста. Откуда вообще была эта идея и что это было? Два года. Два года это длилось. Нет. Там изначально все началось в Череповце. Да. Ну, я под Ирину Донскую уже нужно как-то себе... Значит, я был председателем жюри поэтического конкурса, который проходил в Череповце. А он был очень такой большой, очень много народу участвовало. И поскольку у нас там было человек пять, как-то всем раскидали вот по такому количеству рукописи. А я собирался ехать в Воркуту с концертом. И я думаю, вот как раз хорошо. Вот сейчас мне все эти рукописи. Я сяду и спокойно ехать двое суток. И я их вычитаю. И так получилось, что там одни женщины были. Вот. Исключительно женская поэзия. Вот я до самой Воркуты двое суток читал. Ночью женскую поэзию. Значит, приехал в Воркуту. А там местное элит-объединение. И там была с ними встреча. И там тоже в основном одни женщины. И они все время читали свои стихи вот в течение двух дней. И в результате подарили мне кучу книг своих. Вот. И когда все закончилось в Воркуте, я сел в поезд, поехал обратно. И нужно было вот двое суток чем-то заниматься. У меня кроме этой женской поэзии, которая мне подарили, ничего не было. Я в результате все эти книжки прочитал, пока доехал. И я совершенно взбешенный вернулся в Череповец. Там такого количества женской поэзии, которые я прочел. И у меня был напарник, с которым мы вместе работали, Саша Селинский. И я появился. Он говорит, ну как съездил? Я говорю, ужасно съездил. Вот все. Вот прошло под знаменем женской поэзии. Я говорю, в первую жизнь не понял, что женщины вообще женскую поэзию писать не умеют. Ужас какой-то. Он так на меня посмотрел и говорит, а ты что-то выделываешься тогда? Ты что ли можешь? Я говорю, да легко вообще. Сел и начал писать. То есть поначалу как-то вот смешно это было все. Я в первый день, как сейчас помню, написал 28 стихотворения, во второй день 36. То есть я за два дня сделал книгу сразу. А потом увлекся, вот как-то пошел-пошел. Это же интересно, я раньше всегда, ну всегда как-то в мужскую шкуру пытался влезть. Вот от Витиного имени писал, там Витину шкуру, например. То есть еще от имени друзей своих писал. А тут для меня что-то совершенно новое такое, вот женское, вот раз и в женскую шкуру. Я туда влез и так интересно. И я начал и так и сяк. И вот это все тянулось года два. И мне было любопытно. Я начал печататься, ну как Ирину Тонскую радио разместил. И там такой поток пошел в интернете. Там какие-то мужчины со мной знакомились, а мне-то все время нужно было им отвечать еще от имени Ирины Тонской. Сколько раз к тебе сватались? Ну а к Ирине сватались? Нет, ну там какие-то все-таки сватались непонятные люди. А потом вот Саша Кругликов такой поэт в Череповце, значит. И он запланы стихи, а по стихам видно, что она примерно его возраст, ближе к полтиннику где-то. И он, значит, ходил за мной хвостом и говорил, Андрей, я говорю, женой разведусь, ты меня познакомь с Донской. Вот я чувствую, человек, по этому самому. А вот Шурим двой просто, да. А вот Шурим Миколаев, то есть он ее знает все-таки? Он когда узнал, он со мной два года вообще не здоровался. Я его обидел в лучших чувствах. И потом еще, ну, интересный момент, когда в газете, куда я принес стихи Донской, значит, там, со своим интервью, журналисты за мной ходили и хитро мне говорили, а вот почитай, Сарей Шарградз, я так в жизни не написать-то. И не зачитывали мне, значит, Донской. Ну, было любопытно, но потом стало как-то понятно, что я уже, так, заигрался немножко в эту женскую тему. Нужно было от этого как-то отходить, и потом как все распилилось. И после этого уже смысла не было вроде бы делать. Ну вот, а от Донской остались песни, кстати. Ну вот так. А? Нет. Хорошо, хорошо. Ну вот, значит, стихи Ирины Донской. Песня называется «Мальчик». Мальчик, которого я когда-то любила, С которым мечтала остаться вместе, Подарила на память своей невесте стихи, что я ему подарила. Род сменив с мужского на женский, И не подумав, что сделал подлостью. Ну, что поделаешь деревенский? У деревенских особая гордость. У деревенских особая гордость. Мальчик, Мальчик, которого я когда-то любил, Гуляем ночами по улице с тылой, По которой проходятся вечерние смены. Мальчик, Мальчик, которого я когда-то любил, Он кивает и молча проходит дальше, А я гадаю, если хочется плакать, За что его любит моя собака? Мальчик, Никому не прощающая фальши, Мальчик, которого я когда-то любил, Вот такая Ирина Донская. Мальчик, Мальчик, Привычной волною Чуть качает тебя Цунами любого хороня. Ты живешь без меня, Хоть по-прежнему рядом со мною, За каких-то 400 вёрст, Но под той же луною Ты живёшь без меня, Почему ты живёшь без меня? Ты живёшь без меня Тишина за окном, над провинцией поздняя осень Моя сумка сегодня в трамвае лишилась ремня Вот ведь глупая мелочь, обид, стал ужасно несуносим Я расплакалась вдруг и вернулась домой только в осень Всё на свете кляня, почему ты живёшь без меня Всё на свете кляня А наутро будильник сыграл со мной глупую шутку Отказался звонить, будто каждое утро звоня Он себя обижает, а я, пропустивший побудку Разрадалась опять ненадолго, всего на минутку И на службу бегу, почему ты живёшь без меня Я на службу бегу Из ремня свой черт-брос, сжимая под мышкой Я бегу на работу, включая в кармане зряня А за мной бежит некрасиво, нелепо в припрыжку Моя глупая тень, обращенная в серую мышку Подлым солнечным днём Почему ты живёшь без меня Подлым солнечным днём Ты живёшь без меня густолично, с привычной волною Чем скачает тебя цунами львовых храня Ты живёшь без меня, хоть по-прежнему рядом со мною За каких-то четыреста вёст, но под той же луною Ты живёшь без меня Почему ты живёшь без меня Ты живёшь без меня Ты живёшь без меня Вот такая ремня такая АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Вот, следующая песня Вот у нас там время, как знаете, в семьях бывает Из-за детей, из-за быта, из-за чего-то иногда уголються Такого у нас, как правило, не бывает Но вот из-за одного слова, из-за одной строчки Да, может вообще всего в пух и прах Неделя, две, руганье, споров Вот, а мы ещё два близнеца То есть нас как минимум четверо уже Вот, следующая песня, когда я начала её писать Андрей сказал Никогда не бери Такими банальных фраз Там, в припеве Музыка любви Он говорит Нельзя на эту тему писать Ну, как можно сказать утрямому близнецу, что нельзя писать на эту тему Вот, значит, получилась песня Но мы в результате помирились когда-то Подрихтовали все строчки Музыка любви Через ночь Москвою старою Наши души бродят пары Ну, а мы с тобой стихи Расстоянием вопреки пишем Я просую эту бульвар мою Ну а ты вдвоём с гитарою Лечишь музыкой хондро И соседи по двору Тише Музыка любви Плывёт над городом И ключом скрипичем задевает крышу Музыка любви Музыка любви Которую Кроме нас Никто не слышит Стихотворные пророчества Кружат в ритме одиночества И зависит их союз От каприза наших мус Если Ты успел По мне соскучиться Может быть у нас получится Сбросив с плеч привычный груз Написать любовный блюз Вместе Чтобы Чтобы Музыка любви Плыла Над городом И Ключом скрипичем Задевала Крыши Музыка любви Которую Кроме нас Никто не слышит Крыши АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, наверное, мы сейчас Сделаем небольшой период, да? Ну, перед этим нужно что-нибудь спеть Передеть, если нужно спеть Что? Ну, давай Бабушкину внучку Давай, бабушкину внучку Вот! Ой, сейчас АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ За окном метелится Снег петёт, старается Звёздочки не светятся, да в мороз кусается А в дом подруженька Бабушкина счастье Да В полночной кухонке Вышивает платье Снегром по бисерам, ласточкой по кружевам Бьется время мыслями и сомненно нужными Тьма от цвета пятится, тает половица Вышивает платьица, чудо-мастерица Троп к стюшку узкую, речью широкую Избушку русскую, пал скребобобую И цветки ромашечки, белоснежно-неженые Вышивает Машенька, сединёчки прежние За стежком полосочкой, за иглой погладисто Выплывают розочки, доложатся гладью Машенька и вкусеница, золотые ручки Вот такая умница бабушкина внучка Это было задание по литературе И написано, она была в восьмом классе Ведь сегодня услышал первый раз Ведь спасибо большое Дорогие друзья, огромное спасибо Несколько минут перерыва с минералкой Мы немножко проветрим Кто выйдет из поездников, вы идите И перед тем, кто-то может уйдёт Я не знаю, в следующем месяце Никаких планов и концертов тоже не будет Приезжает из Израиля известный Ленинградский автор и исполнитель Алексей Брунов Это будет в конце месяца где-то, я точно не помню Классно он у нас уже был С новым альбомом, с новой программой Называется «Водин голос» По этому поводу клубные встречи отменяются все И мы просто сидим все отдельно там, на Вагнерштрассе А пока все отдыхают Сейчас, посмотрите Волны накатывали на берег И отступали у самых ног А за спиной на безлесный сок Волнами накатывал клевер Он открыватель иных амелек В вечном краю стихотворных строк Трость ворзит в прибрежный песок На север Как матрос, что первым кричит земля Он давно разучил свою роль И каждый корабль Словно пароль Флагом красного цвета Приветствовал своего короля И плакал сагмелый седой король То ли глаза разъедала соль То ли ты сигареты Ты сигареты Из месяца в месяц Из года в год Он не менял свой маршрут И если Норд-Вест был особенно крут Он приходил сюда сплетом И не надеясь уже до исход Он над собой устраивал суд Пока королева А ночью он страшно кричал А ночью он страшно кричал Во сне вскакивал Нервный скал носки Ежес от холода и от тоски Глотал какое-то пойло И тьмоте оказывался в стране Где душу раскалывали-то пуски Потом у разбросанной лиски С победкой Эстония плыла Эстония плыла Он умер зимой И чужая земля Беззучно метела На гроб короля Я тоже немного волнуюсь Там где-то слова забыл Вы уж извините, пожалуйста Мы продолжаем наш концерт Сегодня я больше, слава Богу, петь не буду Своим этим ужасным голосом Я приглашаю сцену к Алину Ирина, пожалуйста Когда-то Вячеслав Скребец Есть такой замечательный поэт Откуда у нас слово? Светлка Он написал длинную-длинную поэму Называлась она «Давайте разгоним бар» Я ее всю засчитывать не буду По поводу пюпитра Там есть такие строчки У особенно здоровитых Постарайтесь отнять пюпитры И вот эти вот каподастры Замените им на кайло У юнцов и особо старых Можно просто отнять гитары Но, возможно, и не поможет В прошлом году не помогло Сейчас, наверное, еще что-то надо тут процитировать Про китайцы Выйдешь к лесу Выйдешь в поле размять сандалии Там уж кто-нибудь фестивалит И харизму просунуть негде Среди классиков и иных Выйдешь к лесу, послушай листья Там 400 гитаристов Это ж сколько породы ценной на гитару Замечательная штука Она просто длинная И сейчас ее зачитывать все не получится И вот про пюпитры я как прочитала Мне сразу ведь вспомнилось Потому что поролил ты ведь нас с пюпитрами Повязался Все, старший Сергей Наша сегодняшняя программа Называлась строчкой из песни Андрея Оборудование переправы Я просто читаю с вами деньги Почему эту песню сегодня спеть Песня называется «Паромщик» Пала изморозь на травы В цвет моих сидит У паромы переправы Я стою один Инженер, квартира, съемщик Депутат и прочь Перекинь меня, паромщик Через эту ночь Перекинь меня, паромщик Перекинь меня, паромщик Через эту ночь Там, за сухонским туманом Почитай лет пять На погосте деревянном Спят отец и мать Помню, звали, где ты, Вовка Прилетишь, аль нет Но загранкомандировка В город РДНР Но заботы, но проблемы Но сплошные, но Не касался этой темы я Давным-давно И пока судьба крутила жизнь Жирнова На родительских могилах Выросла дрова Покасились и росили Скромные кресты Эй, паромщик В самом деле Что же мельишь ты? Тишина Лишь что-то шепчет Сухо на реках И от сырости Все крепче Давит кровь тоска Пало изморозь на трав В цвете моих сидим У паромной переправ Я стою один Пало изморозь на трав Сыро и темно Здесь паромной переправ Нет давным-давно Здесь паромной переправ Нет давным-давно Следующая песня Совсем-совсем-совсем Недавно написана Она еще Даже без названия Мы достаточно часто За последний год Сам время выступаем В Москве На Арбате В неком кафе Который называется Синий троллейбус Стоит там маленький Такой троллейбус Прикованный навечно Вот Место нам очень понравилось Почему? Там очень интересно выступать То есть Арбат По которому москвичи В принципе не гуляют В Арбате куда это кто? Приезжают люди в командировку Приезжают отдохнуть Да То есть Вся география И вот Вход в кафе Абсолютно свободный Там постоянно Выступают барды Поэтому за концерт За 2-3 часа Состав может смениться 2-3 раза Там еще идет Трансляция на Арбат То есть Когда погода хорошая Люди собираются вокруг И в общем Вот Наверное Новее на Арбат Он написал с этой песней Как называется Еще не знаю Жимаю Гитарный гриф Дрожащий Слегка рукой Я вписан Барбатский миф Задумчивой строкой И нотами Легт шуршат Сквозь сумок Моих утрат Мелодия Как душа Спускается На Арбат Мне в шляпу Кидают медь Туристы Из Санта-Фе И надо Себя согреть Текилою В кафе Насыплю На палец соль Увижу Себя в окне И вновь Попытаюсь Борь в чужом Растворить Свинье Подходит Английский твит На хлестом На русский сплин У публики Хмурый вид Без видимых причин Наверно Я спел Не то в попсу Подмешав талант И хмуро Побрел к метро Расстроен Музыкант Сжимаю Гитарный гриф Дрожащий Смеха рукой Я вписан В Арбатский миф Задумчивой строкой И нотами Лет шурша Сквозь сумрак Моих утрат Мелодия Как душа Спускается На арбат На арбат Церковь Церковь Деревянная Понурая Печальная И облака Качаются Меж небом И землей И красота Венчая И тишина прощания сходила в рясе. Батюшка, мы молимся вдвоем, А половица скрипнула, шаг в унисон печатая. По образам Россия наскользнула от солнца блин, По крохам вера собрана так, что была распятая. И батюшка старается обычай чтить привык. Свеча трещит и плавится, в иконах страх тупается, Намолен и наплакан и чужую любовь храня. И сердце сильно мается, простить себе пытается То, что прощать не надо, но то, что случилось зря. Церквошка деревянная, понурая и печальная, И облака качаются между небом и землей. И красота вечерна, и тишина прощания, И я, такой отчаянный, звони к шаговой. Спасибо. Витя, давай споймем. И пока про Славу расскажи. Периодически встречаемся на фестивалях. А фестивали я вот что люблю. Там иногда встречаешься с человеком, С которым никогда не общался, не виделся, не услышался. И можно подружиться буквально за 2 минуты на песне. Вот со Славой мы познакомились в бухте на сцене, Когда мне нужно было что-то подыграть. Вот эта песня такая. Ребята, кто-нибудь может подыграть? Ну, я могу. И мы с ним пошли на сцену. Он сходу сделал красоту. Вот. У Славы была песня, называется она «Давай поженимся». Что-то, а теперь микрофон, давай. Музыкальные, хорошие песни. Вот. И мне настолько понравилась музыка. Я говорю, Андрей, буду я эту песню петь? Андрей говорит, ну, хорошие песни. Ну, слова-то надо переписать. Мусик надо переписать. Вот. Мы в результате слова переписали, послали Славе. Три дня молчал, а он осетил. Через три дня приходит коротенькая записка. Хорошо. Будем слушать Галю. Итак, Вячеслав Порукаев, Андрей Шароглазов, Галина Шапкина. Ну, и Виктор Галин. Вторая гитара. Давай поженимся. А мы с тобой живем по-разному. Который день, который год. Мы чувства заменяем разумом. В рутине будничных забот. От суеты куда мы денемся. Но как же хочется сказать. Все в жизни вроде бы нормальненько, но сбились стрелки на часах. И мы с тобой, как два полярника, живем на разных полюсах. Закон земного притяжения не нам с тобой отменять. А ты не можешь без меня. Так что ж мы вечно не репенемся, судьбу пытаясь оболгать. А знаешь что? Давай поженимся. Давай поженимся опять. А знаешь что? Давай поженимся. Давай поженимся опять. Да, мы с тобой живем по-разному В объятиях скупья и вранья И отмечаем наши праздники В различных точках бытия Но если мы с тобою встретимся Хоть через год, хоть через пять Давай с тобой опять поженимся Давай поженимся опять Давай с тобой опять поженимся Я назвала эту песню «Мокрый человек» А вот в Дрездене мне рекомендовали ее назвать «Счастье подождем» Мокрый человек В чашке сентября Сломанным золотом Собирает дождь Может, это ты Может, это я В сумерках не разберешь Смешно Как это вспомнилось Ушло И не исполнилось И не исполнилось Это счастье Бегать под дождем В море дождя Сонные мосты В свете фонаря В свете фонаря Тусклый силуэт Может, это я Может, это ты Может, это ты Только восемнадцать лет Смешно Как это вспомнилось Ушло И не исполнилось Это счастье Бегать под дождем Ну что, мокрый человек или «Счастье подождем»? Может, еще есть варианты? Нет, мокрый, лучше мокрый человек Мокрый? Что они в правде там понимают? Хорошо Древний Это не правде, это трезно Да, и тем более Тем более Вот Я Буду заканчивать сейчас Вот я напоследок Хотела вам спеть песню Которую Последние годы Даже больше Нема слипеть запрещают Она такая шуточная Смешная Называется она «Песня измайловской бабки-ежки» Есть небольшая предыстория В метро едешь когда Последняя станция И Волос Просьба выйти из вагона Поезд дальше не идет Нам с Андреем показалось Что вот эта фраза Она на сегодняшний день Очень много в себя включает И очень много в жизни отображает Вот А еще у нас есть поверье в семье Мне нельзя ставить квас Как только я поставлю квас Чем у меня сильнее в банках там бродит Тем больше там на небе тучи собираются Раз случилось Два случилось Я понимаю Что это совпадение Совершенно чисто в небе Понимаю, что совпадение Но вот Третий раз начинаешь ставить Сусло Хватают и выкидывают В общем скомпоновав все это Метро Просьба выйти из вагона Получилась такая шуточная песня Почему заключается в Москве? Сейчас поймем Почему? А Ведь исходу подыгрывали А до Москвы Спустились тучи А причина ТВ От квасного Сусло Пучек Две бутыли На окне Ждите К ночи Ветро Ветро А под утро Левая Просьба выйти из вагона Поезд дальше не идет Вы оставьте Ваши мысли О влиянии Неземном Если вдруг Ваша не скистит Все пакеты с молоком Это я вчера С балкона Отправлялась В полет Просьба выйти из вагона Поезд дальше не идет Не шути Со мной Сережка Не сегодня Не вообще Я немножко Бабка ешка Слышлены кошки на плече Погрежу неблагосклонно Пошепчу чуть-чуть его Просьбу мыть из вагона Хоть дальше идет Я измановская ведьма Но о ведьме ни лукас Ни зюгана, ни ветведь Ни совянь, ни горгас Что совянь без ОМОНа, а? Краснопай и апармот Просьба выйти из вагона Хоть дальше идет Я держу себя на сути Из последних бабских стрел У меня товарищ Путин Но в советы не спросил Ой, где твои законы Выйдут задом наперед Просьба выйти из вагона Пусть дальше идет В Москву сгустились тучи А причина-то во мне От квазного суста пуча Две бутыли на огне Вот отойду от микрофона И прольется небосвод Просьба выйти из вагона Поезд дальше идет Аплодисменты 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 Ну а теперь я с большим удовольствием Сюда приглашаю обратно Андрея Широглазова А у нее даже микрофон Пони как на пыль Андрей Геннадьевич От зависти Ну сейчас дождь пойдет Аплодисменты Нет, ну там еще В этой песне была еще небольшая Откуда Ашан взялся Значит мы как раз С Галей разговаривали По телефону Я где-то был в другом месте И она что-то начала Говорить про эту песню Я говорю А, и она сказала Ой, сейчас возьму метлу И пойду полетаю Над Измайловой Я говорю Ты на душах там не летай А то не дай бог Там еще там скиснет Все, молоко Ну мы похохотали Вечером информация проходит Что большая партия Молоко Ашанецки Скажи, Ашан Что такое Ашан? А, ну это Большой магазин Метро, Ашан Много всех Вроде нашего Литва Ну да Нет, там по-моему Дурак этот самый Дурак Хозяин А по поводу северянина Вот Виктор рассказывал В принципе он оказался В Эстонии Не совсем так Как Виктор говорил То есть он поехал В больную мать И у него мать была На даче В Эстонии Когда это была часть России Он поехал ухаживать За матерью Чтобы забрать ее В Петроград И вдруг совершенно Неожиданно Она стала другой стороной То есть он И он все время Хотел вернуться И у него как-то все Не получалось Хотя у него и паспорт Был вроде бы советский Но он что-то и боялся Вернуться У него просто Вот его последние дни Были такие очень Любопытные Уже была Не Фелиса Крут Там была русская Женщина Я забыл как ее звали Она была Преподавательницей немецкого Это уже в Таллине было И в сороковом году Туда вошли советские войска Эстония стала советской Значит он дождался этого Он и встречал эти советские войска Потом он начал переговоры О том чтобы ему вернуться Ему разрешили вернуться И он заболел У него был рак Он умирал уже в принципе от рака И все-таки он надеялся вернуться Но в этот момент началась война И туда вошли немцы Значит И он страшно умирал У него были боли У них ни денег Ничего Он же был очень больной И бедный совершенно северянин И так получилось Что она уже не знала что делать И она выскочила просто на улицу И идет немецкий офицер Сорок первый год Значит идет немецкий офицер Она к нему подскакивает Ну поскольку она учитель немецкого языка И она ему начинает говорить Что вот так 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 Что вот русский поэт там северянин А он оказался медиком Офицером медицинской службы И при этом очень Такой был начитанный И знал кто такой северянин И вообще любил серебряный век Русский В этом хорошо разбирался И он сказал Да-да-да Я конечно знаю И он значит Пошел с ней Он доставал обезболивающее Прокалывал его Приходил И он по существу Вот на руках немецкого офицера Умер Вот они фашисты Вот так получилось Я честно говоря Вообще-то когда мы выступаем В России Мы достаточно много читаем стихов Но почему-то вот в эту поездку Мы решили стихов особо не читать Потому что там как-то все Стихи достаточно такие серьезные В основном связаны с ситуацией С той ситуацией Которая сейчас происходит В России И мы подумали Что наверное очень много Нужно будет объяснять здесь Потому что вы наверное Не совсем понимаете Что происходит За последний год Да То есть ничего там хорошего не происходит И там все очень сильно изменилось Там людей начали сажать Ну там вообще что-то Кошмар какой-то Вот Но все-таки одно стихотворение Хотелось прочитать Это не одно Это не что-то сажать Это такая интерпретация На рубцовские темы На тему поези Николая Михайловича Рубцова Тихая Русь Я знаю Что мне не удастся найти Тихую свою Русь Только нащупаю И по пути обязательно С кем-то набьюсь Может ищу ее Не там Где ее можно найти Может в обход По святым местам Свои направить пути Там хорошо Там шумят камыши Родина Оно никого не может спасти Спасает Спасает только любовь Не множить зло Это добро и есть И где-то лежит Родная моя Со смертью на кон Помнить Это не правило Помнить Это закон И пусть Моя карта Бида Унаследует Дети Мой стыд И ничто не будет Забыто И никто не будет Забыт Спасибо Вот песня по существу Примерная То есть первый раз Я ее написал буквально За два дня до отъезда Первый раз спел в Праге Второй раз в Дрездене Вот сейчас пою третий раз Песня написалась после того Как я узнал от Виктора Он позвонил и сказал Что будет в Нюрнберге концерт Нюрнберг для меня Связан с именем Владимира Ландсберга Которого я очень любил Которого я хорошо знаю Знаком был с его творчеством Считаю одним из своих учителей Вот в авторской песне Это сто процентов И я когда узнал Что вот будет Нюрнберг И сел писать песню И поневоле пошли Какие-то ландсберговские у меня Такие мотивы что ли Ну вот смотрите что получилось Песня посвящения Владимиру Ландсбергу Художник Нарисуй меня в халате С черной трубкой У камина С древней Греции В руках Возможно Что и этого не хватит Для задуманных картин В романтических тонах Попробуй разместить на заднем плане Книжный шкаф Забитый напрочь И старинный секретер Книжный шкаф И глобус И глобус с нулевым меридианом И задвинутые на ночь Створки бархатных портре Несложно на стакан с апперетивом Бросить отпрыск Нужно вместе От горящего огня Художник Нарисуй меня счастливым Обладателем поместья И булавного коня Чтоб каждый Посмотревший на картину Сразу понял Непременно Вот поэт В расцвете лет Он жаждаю Духовную томимой И любилец Возьмить помены И владелицы Полет Я знаю Ты мужик Мастеровитый Что касается Портрета Я то, чем Твой талант Считаю У российского Пиита Должен быть Для пиитета На мизинце Бриллиант И может О мгновенье Быстротечном Намекнут Часы В проеме Галиленовой Стены Художник Нарисуй меня Безвечно Стихотворцем В подреме Наступающей Весны Неважно 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 Художник Художник Нарисуй меня Сегодня С черной трубкой У камина С древней Греции В руках Чтоб в зале Где грядущая Эпоха Разместить Твои Портреты После всех Твоих Трудов Сказали До чего Жен Неплохо Жили Русские Поэты Пересрочных Готов Художник Нарисуй меня В халате С черной трубкой У камина Грустная песня Машина Более Жизнеутверждающая Сейчас У цыгана Увели вчера коня Сыто пьяно Проживем четыре дня А на пятый Похмелимся у плетня Из зарплаты Купим нового коня Из дома Под гармоний Звон ботков Скажем Рома Ты прости нас Дураков Возвращаем Нам чужое Не в запас И прощаем Все Что ты Украл У нас У цыгана Потеплеет На душе Сыто пьяно Будет в нашем Шалаше А под вечер Дань традиции Храня Мы, конечно Уведем Опять коня Так и будем Тот Туда Тот Туда Мы ведь люди А не талая вода Не арабы Что бы Меку На легке Нам бы В табор С волей Вольною В руке Нам бы Ветер Во все Стороны Шатра Что бы Дети Пели Песни У костра Что бы Кто-то Погатал Нам после Сна До работа До квартира До жена У цыгана Увели Вчера Коня Сыто Пьяно Проживем Четыре Дня А на пятый Покмелимся У пленя Из зарплаты Купим Нового Коня Это такая Жизнедушная Я до сорока лет У меня была такая Хорошая традиция Я на каждую Свою круглую дату Обязательно себе Дарил по одному Такому вот Ну не сектор По песне А дарил Где вот Какое-то прошлое Пятилетие Так Пытался осмыслить Вот после сорока Я уже стал писать Какие-то У меня было Тридцать лет Тридцать пять Лет Сорок лет А после сорока Уже как-то так Вот сорок с хвостиком Родная Я временно скис Прости мне мою Простоквашу Замучил Ноябрьский кашель И постперестроечный Криз Родная Я вышел в тираж И в том тираже Как в гиене Сгорели мой сумрачный гений И юношеский подаж Мне с хвостиком Сорок и сорок сорок Устали кричать Про отмеренный срок И давит на плечи поклажа Моих поэтических строк Родная Не жди у окна Ночным силуэтом безличным Мне как-то уже безразлично Что ждет меня дома жена Я призрак Я вечный еврей Я брик Потерявший команду И кашель устал Моя кланда Терзает наждачкой своей Я много курю Я давно не творю В обнимку с бутылкой Встречаю зарю И каждой смазливой мордашки Зачем-то всю ночь говорю Родная Я временно скист Как всякий порядочный рашен К тому же на еврейский кашель Углубил финансовый криз И путь через звезды тернист И мир мой эпохой разборот А так-то душою я молод А так-то я бел и пушист Мне с хвостиком сорок Но это не срок Ведь я пролокатель Сиренских дорог Давайте разделим поклажу Моих поэтических строк Родная Не жди окна Я выпал из этого мира Сегодня чужая квартира Мне пристань на все времена Проспекты, дома, этажи Знакомые окна без света Там некогда жили поэты Я всех их давно пережил Мне с хвостиком сорок Но срок не настал Я просто по жизни смертельно устал И нет мне прощения Поскольку стихи я писать перестал Почти всю свою сознательную жизнь Я работал журналистом Но, во-первых, работа мне не нравилась И, во-вторых, мне не очень нравились люди С которыми я работал Поэтому, вот если я где-то как-то касался В своих песнях или стихах журналистики Это всегда вот с какой-то под кавелькой Вот такая песня под названием «Интервью» Ну вот и настал долгожданный момент На долгой дороге ввысь Ко мне приходит корреспондент Поговорить за жизнь И хоть я отравлен севером И пресс увидал в крову Я делаю пальцы веером И говорю за судьбу Он медленно так открывает тетрадь Там столбик вопросов пять Но что бы такое ему рассказать Чтоб был в состоянии понять Стихи, говорю, не главное А главное жить в Москве И вижу движение плавное Извилин в его голове Он хлопнуть меня норовит по плечу А в глупых глазенках страх А вдруг я на самом деле шучу Когда говорю о стихах Но шансы должны быть равные Из мысли делаю две Стихи повторяю не главное А главное жить в Москве Он ткнулся в тетрадь И надыбал вопрос И выдал кортаве чуть-чуть Скажите, когда вы решили все ее Остать на творческий путь? Да так-то стою недавняя Недели может быть две А в общем стихи не главное А главное жить в Москве Гляжу, у него раздражение из глаз И ручка дрожит в руках Ну вот, говорю, хорошо, а сейчас Поговорим о стихах Стихи — это горстка золота На тысячу тонн песка Стихами душа из голода Как ирианак у дурака Пик каждый занюханный корреспондент Какой-нибудь дураной речи Считает, что строит тебе монумент Таская к нему кирпичи Такая вот жизнь забавная Такой вот бардак в голове В общем, стихи не главное А главное жить в Москве Меня как-то все время спрашивают О моих политических пристрастиях И все время меня пытаются куда-то привязать Причем к таким разным лагерям И все, я как-то никуда не привязываюсь И все время говорю, что я вообще в авторской песне И в жизни, наверное, последний шестидесятник Вот такой Потому что мне вот мироощущение Шестидесятничества Оно как-то ближе всего К моей душе сегодняшней Поэтому вот песня такая Откуда взялись дети 20-го съезда Ну, наверное, вот оттуда Ты не дождешься Меня у подъезда Кинешься с дуру В январский мороз Мы словно дети 20-го съезда Любим всерьез и ревнуем всерьез Мы словно дети 20-го съезда Любим всерьез и ревнуем всерьез С пиры веселого мелкие окрохи Нам удалось свой карман положить Мы отголоски великой эпохи Если уж жить, так уж именно жить Мы отголоски великой эпохи Если уж жить, так уж именно жить Я догоню тебя у гастронома Кинусь к ногам, потешая народ Он не поймет, что нельзя по-другому Да он вообще ничего не поймет Он не поймет, что нельзя по-другому Да он вообще ничего не поймет Новое время, иные порядки И с каждым днем все сложней объяснить Как это можно любить без оглядки Будто бы можно с оглядкой любить Как это можно любить без оглядки Будто бы можно с оглядкой любить Мы будем долго смотреть друг на друга Молча внимать красноречию глаз И на мгновение январская вьюга Скроет от шумного города нас Скроет от города, скроет от века Где с равнодушием соседствует зло Где очень счастливы два человека Время которых еще не пришло Когда кто-то уезжает и начинает жить хорошо Это всегда приятно с одной стороны С другой стороны, за себя немножко всегда обидно Потому что ты живешь плохо Вот такая песня называется Жизнь холостяка Ой, ты жизнь холостяка Жесткая плацкарта Я давно уже созрел Для цветов и лет Подари меня себе На восьмого я варта Я подарок дорогой А не секонд-хенд Подари меня себе На восьмого я варта Я подарок дорогой А не секонд-хенд Субливаться не моги А бери и помни Что таких, как я, мужей В мире поискать Пусть отечественные Милая, милая, зато мне Иностранных запчастей не надо покупать Пусть отечественные Милая, зато мне Иностранных запчастей не надо покупать Пусть не молод, не красив И не склад талантов А на кой он нужен склад? Ну скажи, на кой? И в отличие от всех прочих иммигрантов Я-то рядом, я-то здесь Я-то под рукой И в отличие от всех прочих иммигрантов Я-то рядом, я-то здесь Я-то под рукой Ой, так что, милая, давай Скрасим нашу осень Я готов тебя нести Всю дорогу в ЗАГС Как надумаешь, звони Двадцать два ноль восемь В крайнем случае пришли На работу ФАКС И вот я приехал на север И я понял, что вот оно Практически все то же самое Люди те же самые Места те же самые И все как-то встало на свои места И я уже туда стал ездить просто так И отдыхать, и работать И выступать И сейчас, я не знаю После того, как мы выпустили Три диска совместно с Поляр Гева А ныне, ну с геологами северными Я уже сказал, если будем выпускать четвертый Вы уж там подсуетитесь как-нибудь Может заслуженного артиста Коми Но четвертый диск выходит Сколько песен написано про Коми Республику под севера Вот песня, которая должна войти на новый диск Она называется Да, в общем-то никак не называется Ну еду на север называется так То есть мы вот много ездим в последнее время И все время встречаемся с такими Очень странными людьми Они сами по себе Они как из другого космоса Немного бортовики Едут, то они бьют очень сильно И очень много И вообще поезд гудит То они едут туда И понимают, что если они будут пить Их сразу уволят Потому что сейчас все очень строго Поэтому они очень мрачные И им выпить-то хочется И деньги у них есть Они все Вот, песня, собственно, об этом Еду на север в раздолбанном поезде У проводницы глаза, как две прорези Мне одиноко, мне плохо Мне боязно знать, что я выбрал неверный маршрут Рядом со мною с планеты неведомой Люди, живущие вахтовым методом Но, как ни странно, на севере где-то там Их тем не менее ждут Ждут их ни милы, ни яхта Я знаю, я проверял А вахта, тяжелая вахта И полуостров Ямал Минский бамбур и шофер из Эстонии Квасит серьез без тостов Без иронии Бьется вагон в алкогольной агонии Как в погустимом объятиях стихи Спирт из канистры, коньяк из асторий Тут же становятся частью истории И полноправный участник застолья И я им читаю стихи Пьяно кивают за чахты Выдохся, спекся, устал Поехали с нами на вахту На полуостров Ямал Да я бы зашел на неведомой станции Где вести ходы, как школьники с ранцами Где москвичей называются с ранцами Но похмелившись буфетным пивком Минский бамбур и шофер из Эстонии Утром меня не узнали, не вспомнили И удалились неприкритые сонные в мир За оконным стеклом Там, где не сбухты барахты От начала, от начал Ждет их тяжелая вахта И полуостров Ямал Еду на север в раздолбанном поезде У проводницы глаза, как две прорези Мне одиноко, мне плохо Мне боится-то знать, что я выбрал неверный маршрут Рядом со мною, с планеты неведомой Люди, живущие вахтовым методом Но, как ни странно, на севере где-то там Их тем не менее ждут Ждет их ни вилла, ни яхта Я знаю, я проверял Вахта, тяжелая вахта И полуостров Ямал Вот еще одна практически премьера Сейчас будет песня Ну, о том, как, в общем-то, я не знаю Неправильно мы живем И вот это почему-то больше всего угнетает В последнее время Вроде бы при советской власти При безбожной советской власти Мы как-то умудрялись заповеди соблюдать А сейчас заповеди уже, по-моему, вообще все забыты Я про все заповеди говорить не буду, конечно Вот, про одну не спали кумира Песенка про кумира Из трехкомнатной квартиры Кухня, ванна, туалет Сотворю в себе кумира Не зажгу в кумир ни свет Пусть на вид смешной и грубый Все ж кумир не Аполлон А кровавленные губы В занавеске вдоль окон Из трехкомнатной квартиры Два балкона в кухне газ Сотворю в себе кумира Нарочит она показ Чтоб соседи с видом сиром На мою глядели спесь Мой кумир намазан жиром И в линолеуме весь Сотворю в себе кумира С деревянной головой Из трехкомнатной квартиры И участка под Москвой И из статусной работы Через линию родства Тоже сляпают чего-то Наподобие божества Окружу его комфортом Отшалифую как алмаз Чтоб кумир второго сорта Стал кумиром под заказ Чтоб текла ко мне удача Изо всех молочных рек Чтоб баня, чтоб дача И фольсвакен туурек Во дворе темно и сыро Я слоняюсь неуделом Сотворить себе кумира Я хотел, да не сумел Я опять с полночным миром До рассвета говорю Ни кумира, ни квартиры Может, песню сотворю Галь, поможешь? Я бы хотел, чтобы мы сейчас спели хором Есть такая песня Там всего три слова Ну, не в песне, я имею в виду А в припеве всего три слова По белому озеру Там все очень просто У нас такая традиция с друзьями Мы как начинаем записывать диск Причем это Мы потом заметили Что у нас такая традиция Когда три диска уже записали Что у нас обязательно Хоть одна песня с рыбалкой связана Вот Не знаю почему Все не рыбаки Ну, кроме Рыжова разве что Рыжов рыбак, да Я подскажу, где это было Песня с первого диска Россия неделима Называется Про зимнюю рыбалку на Белом озере Белое озеро На самом деле Как мы выяснили Мы ее везде пели И смотрю все с таким удовольствием Подпевают А я думаю Чужие так подпевают Вроде такая местечковая песня Чисто свологодчинная связана А потом оказалось Что в каждой области Своё Белое озеро есть Есть в Подмосковье Белое озеро Причем москвичи считают Что это про их Белое озеро песня Да Есть в коме республики Белое озеро Есть Как оказалось Выяснили В общем Давайте споем Вместе По Белому озеру Сквозь утренний туман Летим к советной цели Наш потрепанный буран Мы все сомнения оставили На дальнем берегу Дай Бог сегодня Не проскочим Нашей вершины Снегу По Белому озеру По Белому озеру По Белому по озеру По Белому по озеру По Белому по озеру Вось утренний мороз Оставив за спиною Белозерский леспромхоз Дела, проблемы и заводы Лесосеки и правком Мы на рыбацкую работу Сквозь субботу с ветерком Рыбацкая работа не сего-то от тоски, здесь из погод веков почутили ж крутые мужики. И наплевать, что ты начальник, что скупил почти всю Русь. Вот как распешишь эту войну, давно смотрим, что за пусть по Белому озеру, по Белому озеру, по Белому озеру. Острел, падая лица, затемненные очки, девица за границей, дескать, что за дурочки, да-да-да, сами вы придурки. Вам же сразу не понять, как это классно по Борозу на буране погонять. По Белому озеру 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 Мы так все время приглядывались, приглядывались, сгоняли друг к другу. Да, так приглядывались и все как-то вот так подходили, все ближе-ближе, ближе-ближе к друг другу. И тут у меня был концерт в «Альмаматор» на Таганской площади. И вот после этого концерта мы посмотрели друг на друга, поймали такси, сели и уехали. И вот едем до сих пор уже практически три года. А пока ехали, это же Москва, там хоть 12 ночи едем, хоть в 2 часа, все равно можно в пробку попасть. Нормально совершенно, да. Ехали долго, пока ехали, написали песню. Это была наша первая такая совместная песня. Вот мы сейчас ее попробуем спеть. Под Таганской бродит ночь, я не прочь и ты не прочь, начинаем песню с ноты си. Дождь, корябые замки, мы народы, я и ты, что уже заказано такси? Сигарета на двоих, сочиняем глупости. Эй, водитель, выключи шансон. Мы теперь так споем, нашу песенку вдвоем, городу ночному в унисон. Завлудившись в сентябре, переходим к ноте Рен, нам плевать на тот, что молодой. Монамур и Сель-Ави, пусть нас вывезет к любви, это обрежала я Лондон. Ты поэт, и я поэт, вот и песенки куплет. Эй, водитель, выключи шансон. Мы теперь так споем, нашу песенку вдвоем, городу ночному в унисон. Переходим к ноте Рен, на влюбленный милюки, но ты словно ангелы мои. Нота Соли, нота Фа, вот и новая астрофа, я тебе сейчас ее спою. Глухо фыркает мотор, хулиганит ля-минор, эй, водитель, выключи шансон. Мы теперь так споем, нашу песенку вдвоем, городу ночному в унисон. Мы теперь так споем, нашу песенку вдвоем, городу ночному в унисон. Мы теперь так споем, нашу песенку вдвоем, городу ночному в унисон. Глухо фыркает мотор, хулиганит ля-минор, эй, водитель, выключи шансон. Поговорим, поговорим, что не поговорить, Слава, как сигаретный дым, и хочется курить. Поговорим, поговорим, что не поговорить, Слава, как сигаретный дым, и хочется курить. И плывут под потолком на мир, сгущая весна, Их выдувает сквозняком в открытое окно. Как ты, напыщенный речист, а я молчу, как мышь, И воздух влевно-золотист, когда ты говоришь. Как будто за окошком Крыма, вовсе не Москва, Поговорим, поговорим, я так люблю слова, Поговорим, поговорим, я так люблю слова. Поговорим, поговорим об этом и о том, Про Рождество и про Бурим, про Кавку и Кусто. Пусть с окном распух стихий, Не надо мне огня, Укутаем мысли стихий, Замёрзшую меня. Укутаем мысли стихий, Замёрзшую меня. Мой дым, мой третий рим, Четвёртому не быть, Мала, как сигаретный дым, Их хочется курить. И плывут под потолком на мир, сгущая весна, Их выдувает сквозняком в открытое окно. Поговорим, поговорим, я так люблю слова, Поговорим, поговорим, я так люблю слова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Просто я почему-то с утра раздражен. Если хочешь, поедем в город Уржун. Говорят, он немного похож на Дижон. Мы пройдем босиком по уржунской пыли И с того виню повернем на пегаль. Только ты не сердись на меня, Натали. Но не хочешь Дижон, значит, будет Версаль. Только ты не сердись на меня, Натали. Но не хочешь Дижон, значит, будет Версаль. Ты не думаешь, что я, как последний пижон, Притворившись шнурком, твою жизнь сторожу. А с другой стороны, ну, на куй нам Дижон, Если он хоть немного похож на Уржун Для торговцев, что франки, что наши рубли. А сухое вино и Уржу, и вино. Только ты не сердись на меня, Натали. На такого, как я обижаться грешно. Но только ты не сердись на меня, Натали. На такого, как я обижаться грешно. Засыпай, я порыбшись на тебя разбужу, Подрипав по щеке, как мужья треплюшон, Мы с тобою поедем в город Уржун, Оставляя французам их драны Дижон. Ты увидишь, как медленно тают вдали Силуэты домов, где никто нас не ждет. Только ты не сердись на меня, Натали. Это летняя ночь очень скоро пройдет. Только ты не сердись на меня, Натали. Это летняя ночь очень скоро. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Спасибо большое. Вы замечательная публика. Спасибо большое. И, Англия, наш процент окончен. Спасибо. 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 Лошади грустали. Натали еще приедет. Еще один. Учитайте стихи! Чуть-чуть перебери немножко гитару. Он так играет, но и агрессивно. Мне больно, мне очень больно, А век мне, как старшина, То смирно кричит, то вольно, То рот оравнение на. И я, повинуясь уставу, Со всеми чеканью шаг, И знаю, если отстану, Могу не вернуться в барак. Губа щитой пощадили, Другое дело дисбат, А, впрочем, зря что лечили. Я хороший солдат, Тоска эта крайне редко, Набита моя стызя, И можно со мной в разведку. Вот из разведки нельзя. Могу я выкинуть фортель, Свернуть, возвращаясь в кусты, Чем неоднократно портил Свои наградные листы. Мне месяц хотя бы, день бы, Свободы-то я погряз. И не достигаем дембеля, Страшно далек приказ, И хочется жизни мирной, Но вновь уж который год Мне век командует, Сверно! И я поджимаю живот. Мы народ такой безденежный, поскольку концертами сильно Ты не заработаешь, это естественно, Где-то так приходится перехватывать, Поэтому, когда очень холодно, зимой, Мы сидим в Москве, от полга, за окном, И очень хочется куку на юб. Ну, возможности нет туда съездить, Но мы же поэтому можем закрыть глаза, Представить, как там оно сейчас вообще на юге. И вот мы написали такую песню под названием «Отпуск в декабре». Это про зимнюю гагру, В которой мы зимой ни разу не были, Но вот попытались, да, представить, А потом все-таки спели, И тот, кто там зимой был, сказал, «Уй, похоже!» Вот такая песенка про отпуск в декабре. И какой-то еще хуже, это струк. Подожди, подожди, там есть струк, проверьте, Она пока стояла. Ты пока что-нибудь поговоришь. Как, почему? Ну, как, как, не, я не знаю, как у меня-то настраиваться. Где у меня это? Да, у меня это настраиваться. А ты поговоришь. А я еще что-нибудь прочитаю. Никитин, Фед, Есенин и Рубцов, Прибуй, стверив из вершенства и линии, Язык отцов, ты так не образцов, На фоне схематической латыни, Ты как страна, изломан и избит. Ну, как бы ни старались, и на верце ты не забыт, Не предан, не избыт, не похоронен в загрубевшем сердце, Среди англоязычного письма, ты как босяк, Из горьковской ночлежки, где идешь, И арабская тесьма с тобой на нарах дремлют в перемешку, А торжествует глупый новояз, еще чуть-чуть, И он расправит плечи, и будут люди толковать про нас, Что говорить нам незачем и нечем. Давай, мили, Емеля, Басурман, Что не молоть, пока твоя неделя, Нам незачем за словом лезть в карман, Оно у нас снаружи и пределе, Оно готово стать и кулаком, и кукишем повернутым к Европе, Мы каждый полный шоп сведем тайком, Чтоб я так жил, а после к полной шопе, И растеряв последнее лицо, Чтоб снова станет лавкой, Круг замкнется, и все вернется, да. В конце концов, все это обязательно вернется, Никитин, Фед, Есенин и Рубцов, За это право стоит побороться. АПЛОДИСМЕНТЫ Предзимнее море становится серым, И сонным становится мирным, Пустынные лавки, озевшие скверы, Квадратики мокрых квартир. Закрытый кафе и табачные лавки, Качели и цирк шепетов, Лишь дворник метет тротуар, Несмотря ни на что. Полуреальный, Водный скафар, Муниципальный, Как тротуар, Дружник тыла, Вечный герой, Маршет уныло, Верный метлой. Согнулся в омбу, Как старик от подагры, На радость бродячих собак. А принц Эльденбургский Уехал из кагры, И все не вернется никак. Абхазы и Тепу Забыли про нарты, И дома играют в ладони. Лишь дворник метет, Тротуар, Несмотря ни на что. Брошенный сентер На берегу, Северный ветер Конит шугу. Дворник вздыхает, Ой, холодно как. Листья сгребая Мусорный банк. Туман наползает на город, Как горе, Ущелье скрывает глаз. И все-таки грак, И все-таки море, И все-таки птицет, Абхаз. И все-таки отпуск Вдали от рутины, И в сумерках радует то, Что дворник метет, Что дворник метет, Тротуар, Несмотря ни на что. Кукольный дворик С жухлой травой, Сумочный дворник на мостовой. Сонные бабы, В гагре декабрь, в гагре зима, Брошенный сетер на берегу, Северный ветер гонит шугу. Дворник остыкает, Холодно как! Листья сгревая в мусорный бак, Полуреальный в облесках фар, Муниципальный, как тротуар. Труженик тыла, Вечный герой, Башет уныло, Верной метлой. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы поедем сейчас записываться сразу после поездки в Германию, Едем в Сыктывкар. Спасибо! До новых встреч!